Здравствуйте, друзья! Сегодня я снимаю же третий фильм, но уже из другой оперы. У меня не мыльная опера, у меня садоводство. Итак, сегодня 21 ноября, 21 год, я Железов Лили Константинович. Вот это мой канал, подписчиков крайне мало, всего-то тут их 9 чем-то с копейками. Так вот, значит, дело в том, что здесь огромный, очень важный материал собран. Вот посмотрите на заголовки «Садовые чудеса у моих друзей». Это сказки, многие уже меня, учителя, превзошли, хотя пишут «Учитель Железа» с большой буквой. «Садовые чудеса» снова чудеса. Вот. Афоризм Железова. «Садовод не профессия». Это мне захотелось поговорить об очень важных вещах. «Садовод не профессия, а диагноз». Вот. Целые разделы. «История садоводства». Тут очень много фильмов. Фильмы для садовой молодежи, лучшего сибирского сада. Тоже целая серия фильмов. «Ученики Железова». Нас уже сотни еще. И вот сегодня я сделаю еще один фильм, вот в этой рубрике. «Читает автор». Почему? Вы знаете, ведь не зря существуют аудиокниги. Я сам ими пользовался. Во-первых, под них легко засыпать. То есть ты не смотришь, глаза сзади не устали, а слезятся, компьютер их калечит, глаза. Включаю, закрываю глаза и начинаю слушать. Через 10-20-30 минут засыпаю глубоким сном, а это все продолжается. Мне кажется, что все это даже откладывается где-то в подсознании. Но это другой вопрос. Если от них польза, ну, надо смотреть так. Давайте смотреть. Откроем сейчас. Еще раз говорю, это мой канал. Подписаться садоводства Пожелезова. Вот. Здесь была допущена ошибка тем, кто мне помогал. В начале шло вот это. Вот смотрите. Ну, пусть это всего там минута, полминуты. Но здесь же все и замирало. Вот это вот. Чтобы уж таких садов было много. Это Сибирь. Здесь каждый год до 40. Это все и замирало. А на следующей странице уже шло подписаться. И так как вот здесь просмотр 14 тысяч было и год назад, и пять лет назад, вот, то получается никто не досматривал. Смотрите. Сейчас я заканчиваю говорить. Это очень короткий, я такой лаконичный прописал. Смотрите внимательно. Раз, подписаться. И никто до этого не доходил, потому что подписчиков год за годом, как было 9 тысяч, так и сейчас. И так, значит, но, как бы ни было мало подписчиков, я надеюсь, вы на это посмотрите. Я еще не рад буду это подсказывать вам. А здесь у меня читает автор. То есть я буду, у меня огромное количество, у меня полтысячи текстовых статей. Большинство из них печаталось в литературе, в какой? В журналах, газетах, вот, уже на многих сайтах. И особенно мне нравилось, когда были печатные издания, журналы и газеты. Вот, сейчас они на дачах висят, на гвоздиках, сами знаете, их место. Это последний пристанчик, гвоздик в туалете. Это было. Вот, и сейчас где-то еще подшипки лежат. Вот, если кончается туалетная бумага, берут их. Но там очень ценный материал. Что я делаю? Я беру и начинаю сейчас, вот как здесь, начинаю сейчас читать. Я почему подробно говорю? Вот их уже было сколько? Глава 38. Ну, не будем смотреть на этот, это же все-таки, куда денешься эта реклама? Она неизбежна. Мы в такой стране живем, в таком мире. Так вот, 38 прочитываний уже было, 38 материалов. Это будет 39. Почему подробно говорю? Был большой перерыв. Перерыв не случайный. Вот, просто так устроена жизнь. И болезни, и все. Вот это вот 38 глава. Сейчас будет 39. Поехали. Итак. Моя статья перекочевала вот сюда, вестник садовода. Очень авторитетный журнал. Он меня печатал. И я решил, чтобы показать, что да, я не просто что-то, что если уж такой уважаемый журнал и реблик, главный редактор, реблик Александр Алексеевич, разместил мою статью, значит, она чего-то стоит. Я буду читать, друзья. Поехали. Про питомник железов производства необиваемых саженцев. Друзья, то, что вы прочитали раньше и прочитаете сейчас, не укладывается в повседневную практику России. Итак, добрые старые времена. Питомники все государственные. Стандарты действуют. Херовые были саженцы, но все-таки хоть как-то. И даже сады получались. Это я сам себя так, как бы сказать. Вставочка. Помните устрашающую фразу. Отклонение от стандартов преследуется по гражданскому и уголовному законодательству. А жуть берет от этих слов. Точнее, брала. И вот продажу поступали. Крепенькие, росленькие, метр и стандарт. Колхозные саженцы. Сорта, конечно же, знаменитые антоновкие пипины. А по Сибири замечательные полукультурки и ранетки. И что важно. Сплошь привиты на сеянцевые ранетки. Революции в садово-садово так и не сделали. Сады оставались недолговечными. Ну, то есть много причин. Научили людей калечить. Но уже по другим причинам. Я имею в виду насаждение по всей холодной Руси губительнейшей южной технологии. Сводящую могилу, смысл на костер. Все, что производилось за считанные годы. Но у нас был юг. Это Украина, Белоруссия, Молдавия. И, о чудо, я среднюю азию не беру. Там вообще, зимой я там был в командировке два месяца. Один раз выпал снег за всю зиму. Как раз я был в этом самом. В Ригаре, старое название, там где алюминиевый завод. В Таджикистане. Я там зимы не заметил. Итак, Украина, Белоруссия, Молдавия. И, о чудо, одной из тяжелейших проблем в торговле в те годы было невозможно. Ныне невозможно. Стало перепроизводство яблоневых, яблочных и сливовых отечественных соков. Теперь такой проблемы нет. Разбавят импортный концентрат. Назовут это натуральным соком и проблемы нет. И сады не нужны. А получается, что и питомники не нужны. Но почти у всех нас в крови неизбывная тоска. В скобках. Потомки, изгнанных из рая. По своему клочку земли и садов. Как бы ни проявлялась себя нынче модная тенденция. Мол, мы из дворя, но у нас голубая кровь. Я горжусь фамилией мамы крестьянки. Вот. Нытяга. Что в переводе с украинского? Бедняк. Но Нытяга был еще и атаман Нытягова. Так что у меня есть тоже родословный. Будь здоров. Извините, отвлекся. Итак, сейчас на рынках сплошь импортные саженцы. Внешне великолепные. Но по сути привезенные на север на стопроцентную гибель. Всего на миллиарды выборочных рублей. И они дровишки. Дровишки. Лишь слегка разбавленные. Не более 5% местными саженцами. А среди местных, увы, все больше клоновых. Почему-то для меня одного понятно, что неполноценных. А значит абсолютно негодяешься в качестве подвоев в Северной Руси. Вот. Палку втыкает, обрастает искусственными корнями. Центрального корня нет. Антифриза взять негде. Вот и все. А как туда быть, спросите вы. Где взять саженцы, привитые на сеянцах? Увы, в эпоху всеобщего лохотрона, не преследуемо больше по закону, вам придется применить чисто шпионские навыки и точно разузнать, если в облюбованном вами питомнике настоящий плодоносящий сад. Еще дикий маточный сад, дикий. И растят ли они сеянцы дикари? И не плевает ли, не дай бог, почкой и окулировкой? Кстати, в основном-то и так есть. Хотя она дает страшную рану основания, эта окулировка. И не надо, и не на дальних ли родственников, кустарники. И вершина лохотрона, выращивание морозостойких саженцев, прямо в теплицах. Не нашли? Растите сами. Вы знаете, что такое в теплицах? Вы знаете, что такое морозостойкие саженцы? Вот. Это... Это... Короче говоря, мы с вами, это уже, это еще какой-то фильм. Не могу расплываться мыслью по древу. Идем дальше. Эффективнейшая технология. Откуда эта статья? Да, достали меня с вопросами. Якобы не могут в Сибири саженцы зимовать на морозе. Чистое разорение. Вот и покупаемые россияне, замученные зимним хранением и с погребом. Погребов. Риск перезимовки при всех ветрах и морозах прямо в открытом питомнике велик. А как я иначе докажу то так, что мои теперь железного сына, Сергея Саженцы, самое качественное в мире и по плодам, и по морозостойкости, и по выживаемости при пересадке. А главное, у меня должны быть последователи по всей Руси. Посмотрите ролики, увидите негативную реакцию питомника вода на мое выступление на следе садовода в России в Челябинске. А давайте посмотрим. Внимание! Я его сто лет не видел. Так, ну без рекламы никуда. Пропускаем. Внимание! Это очень важно. Из литературы сейчас редко кто читает. От соседа к соседу. Сосед гробит деревья, еще всех соседей научат. Примеры массово, видите? Повторюсь только немножко, как обобщение. То, о чем говорил. Итак, из важных вещей. Значит, семенной размножение. Первый фактор. Папа, мама, скрестили. Всем понятно, знакомо. Семенной размножение дает от оклонения в сторону дикарей и в некоторых, в меньшей части случаев, в сохранении сортовых качеств, в меньшей части случаев. Меньшей. Так. И поэтому, не отрицая то, что вот здесь продаются семена, ими надо заниматься, но надо параллельно знать, что есть второй путь. Это путь еще прививок. Наша страна, я сейчас только телевидению говорил об этом, богата, невероятно. Как получилось, что Урал об этом не знает? Москва не знает. Я же два семинара в Москве провел. Говорят, железо Москву на уши поставил. Да там было 200 человек, а Москва я не заметила. Никто не знает, чем мы богаты. Да, у меня сорта из этого, со всего мира. Так. Вот. Самые лучшие, они называются сорта мирных стандартов. Все они на морозостойке в подвоях наших отечественных. Гордитесь. Сибирка в Сибири. Мичурин приговорил ее, сказал, оставьте ее в покое. Есть способ. Не успеваем. Диски, кому действительно надо. Вы прививая, Черин... Внимание, друзья, я сделаю по-другому. Оказывается, здесь, дай бог, 36 минут это выступление. Нет. А у нас вот эти вот тема-то немножко другая. Я должен читать текст. Поэтому, что мы сейчас делаем? Питомник Железова. Отрывок. Вот это так. Я возвращаюсь обратно. Внимание. Мы с вами будем дружить как? Посмотрите ролик, как тут написано. Я беру и делаю вот так. Копировать. Переношу к себе в гостевую. Наша кухня, куда нам спешить? В гостевую и ставить. Ну-ка посмотрим. Вернее, смотреть будем потом. Добавить комментарий. Так. Добавить комментарий. Букву И уберём. Вот. И возвращаемся обратно. Вот ролик. Смотрим. Активирован. Это вы посмотрите. Наша вся технология идёт не с литературы. Сейчас редко кто читает. От соседа к соседу. Всё понятно. Получилось, друзья. А мы продолжаем наш текстовый разговор. Итак, питомник Железова. Итак, посмотрите, ролик посмотрел. Это было слёд сыновь, 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 русичья. Вершина моё творчество. Уж там-то я шашкой маха. А знаете, почему? Негативная реакция. Там, кто посмотрит потом эти 30 с чем-то минут, увидит, что с места кричал человек, питомник тоже, что ерунда, что это неправда. Почка надо прививать. Почка, то есть, окудровка. Я против этого. Если питомник, да, ему нужна каждая почка, маточный сад не бедконечный. А мы, любители, можем ветку отрезать и сделать всего 2-3 фрагмента на прививку, а не 20-30 почек. Понимаете? Зато качество у наших саженцев выше. Рана у основания в несколько раз меньше. Вот. И что получается? Я просто вас вот сюда вот отправляю, чтобы вы посмотрели, как, что такое, притомник, вот потом выяснилось, что у него. Подружиться мы не подружились, но он почкой прививает, и у него 100 тысяч саженцев. Вот. Его чуть не вовел из зала наш друг Латинков, один из организаторов моего этого самого выступления в Челябинске на слете садоводом России. Ну, поехали дальше. Я уже чувствую, кажется, я не уложусь 30 минут, а уже клялся всем вам, что длиннее делать не буду, иначе меня ругают. Вы же ругаете. Посмотрели ролик? Вывод. Нужно новое поколение питомниководов. И это может быть любой, но только из тех, кто сейчас читает эти строки и видит эти фото. Ну, ничего сложного. Вот только себестоимость саженцев, значит, и цена выше. Но выбор жесток. Или два мертвых, или за ту же цену один живой. Правда, абсолютно большинство выбирает все-таки два мертвых в скором времени. Цена неубиваемая саженца. Тут и цена горшков, и время вдвое-трое-пять рабочее, единство продукции. И вы вначале вырастите всего лишь в 10 раз больше и гуще, чем вам надо. Вот видите фотографию. Здесь написано «Посадка в семейшие саженцы и среди этих джунглей выделятся уже через пару лет выдающиеся по жизнестойкости молодые деревья. То есть, они остаются навсегда. Это и есть одно из моих изобретений. Хочующий питомник и трансформацию в маточный сад. Первые фрукты получите на 3-4 год. Можно бывать на 2-й. Но не часто. За это время ваш сад переживет хоть одну сорокаградусную зиму. Затем жестокая отбраковка подмерзших и маточный сад готов. А теперь фотогалерея с комментариями. Головная боль двоеточие страна огромная и 99 из каждых садоводов не поедут за 1000 километров к железам за неубиваемыми саженцами. Как бы не хотелось. Поэтому пришлось разделить их на горшковые и безгоршковые. Вторая на фото. Как вам корни? Я в разных этих помните сколько я вам показывал фотографии мне их присылают. Купят же вначале. Потом хватаются за голову и это подлинное все эти самые саженцы назовем их мертворожденные обреченные на смерть присылают мне как меня надули берут так как как была москвичка нет ее в темирянскую академию за саженцами не пустили сказали нет нет мы вам привезем и привезли отказываться поздно вот видите как бывает как хитрят но как видите с корнями проблем не были они изначально именно от водка у нас их где миллионы готовы к прививке на второе весу питомники вот с такими качествами корнями и ведь не схалтурить даже нарочно это пересадил там все бывает несколько корешков жалких в тайге на второй год такая но питомник мой хоть и был изначально по качеству лучше того социального стандарта но все же приносил моральные проблемы возьмем к примеру груши у них от природы очень мелкие по размерам корни так репарит распеки ураганы по Руси взрослые груши из-за мелковатых корней не ломало а прямо выворачивалось корнями вот где-то или ниже будет или где-то я читал на Руси изначально не любили груши вот как раз из-за этого что их выворачивалось корнями когда вот такой саженец берут я чуть-чуть своими словами корни вот такие он хороший все ну что поделаешь это груши у них такие есть корни и если вот так не отрезать целый саженец выкармливались очень плохо 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 сюда мало поступает мало из этих жалких корней и никто не понимает что это главная проблема хотите полноценный саженец отрезьте половину кроны идем дальше этот на снимке саженец еще не так плохо но уже для прерываемости хочется не хочется а надо отрезать большую часть кроны ради спасения чему не приемлет моему величайшему сожалению вся садовая Россия отчего я миллионразовые потери я до сих пор в одиночество воюю до сих пор сколько лет прошло авторитетный садовод звонок Валерий Константинович я с вами не согласен вот отрезать вот так как видите это значит ударить как бы человека по голове такой же результат если отрезать вот я не могу убедить что полноценный саженец никогда не вырастет у неотрезанного второй в уральском садоводе есть так была уважаемая газета сейчас не знаю пишет не уходим в случае не отрезать вот это вот это два выдающих не выдающихся ну скажем так самые раскрученные садоводы России кто кому люди поверят им или мне я на тот момент когда вы одевать начал мне еще знало в 10 раз меньше людей чем их и так по моему величайшему сожалению не приемлемет вся садовая Россия отчего им миллионноразовые потери 100 миллионноразовые а проверить посадив и вырастить всего по десятку кстати у науки лучше по сотне обрезанных и десятку не обрезанных и проследить но из миллиона садовода нет вот едем отраву сажая неукороченные садятся на болезни и гибель отступление на медний видел ролик из Голландии да мы понимаем что 20-30 апрельских ядов из-за сезона это плохо а что делать насекомым а что делать насекомым бой а у нас россиян мороз санитар но ведь надо с маниакальным вопросом растить и растить больные ослабленные скалечные деревья а я сейчас клянусь богом это кто поверит богом что никогда не опрыскивают те же абрикосы ни молодые ни старые ни пересаженные сильнейшие обрезки ни непересаженные и тысячи гостей за все годы в здоровом саду редкий год 2-3 миллилитра яда 2-3 миллилитра яда вы поняли на сотни саженцев груш сливингер вот здесь ошибка елки-палки или это уже редакция так получилось это все-таки статья моя но уже на страницах сайта чужого другого другого не чужого другого не груш яблонь из сливингера и не груша тоже не опрыскиваю опять на страницах на страницах полуметра от корневого стержня ни одного волоска корень стержневой уходит глубоко и только там разветвляется вывод не годится именно для продажи сеяниц груши яблони абрикоса без специальной пикировки о чем ниже отсюда кстати родилась именно вот питомник кавычское направление с 19 века так мы сейчас посмотрим да наверное придется делать два фильма потому что я клялся не вылазить за 30 минут так и получится и так питомник кавычское направление так сейчас мне нужно на секунду задуматься ага это как бы сказать история развития и она в какой-то степени оправдывает и оправдывает только продажные потому что наша с вами задача вырастить на месте и пусть там у него будет стержневой коренью груши если выкопать то нету волосков вот а мы не будем выкапывать такую грушу видели у меня огромная груша с 30 бедрами груш плодов видели не пересажены и так мы о питомник кавычском направлении я все время говорю ребята мы обязаны это само это вступить в бой в конкуренцию с продажными саженцами с питомниками продающие саженцы один из моих фильмов знаете как будет сейчас покажу вот и даже не один вот это вот вот это вот нет я не сюда заехал так вот это вот яндекс 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 ага и вот мы будем что видели во я что нарочно это придумал всю секунду вот здесь я это яндекс рекламирует мою фотографию вот она это поверьте я сейчас включил сейчас она исчезнет и будет другие показывать вот но она довольно часто попадается это не абрикос успех это абрикос серофим и вот эти полторы бутылки водки что он стоит это вы купите туфту потому что раз использовали мои фотографии значит нет у них маточного сада не было у них никогда плодов вот темирязевская академия агроном признался у меня задокументировано что их абрикосы никогда не плодоносили а то откуда взяли железовский такой же вот эту фотографию темирязевская академия происходила темирязевская академия когда я закрою это кончат скажу железов виноват вы смел вот так бывает вот и мы будем нажимать вот и сколько видели вот мы будем усмеивать малиновые деревья как и семечко за 3 месяца вырастить до урожая семечко он видели вот эти вот все саженцы персика если нажать окажется что все они украдены фотографии с интернетом в том числе и мои в общем мы поняли я отрекся почему я все равно не укладываюсь в один это как сказать в один в один я не укладываюсь в один фильм поехали так уже 25 минут е-мое 4 минуты отключится питомник кавыческое направление с 19 века выглядит оно не очень заманчиво и даже внушает ужас у новичков долгий путь все из-за корней ребята вот как примерно описывали процесс выращивания именно питомника книги для крестьян лопинских переселенцев лопинских переселенцев как-нибудь я вот так сделаю покажу ее еще найти надо она у меня в архиве вот уникальная книга и в общем подставили крестьян сколько там дури вот а с тех пор дурь перешла в 20 век а потом 21 ну смотрите итак выращивание в питомниках это учили как выращивать с старских времен посадили семена например те же груш помните я говорил самые хреновые корни в сеянцевых груш на следующей весну или через два года выкопали сеянцы подрезали стержневые корешки посадили снова еще на год ну уже когда второй раз уже корни более-менее такие пушистые вот уже годятся выкопали за столом привили снова посадили через год-два готово еще не так и все а часть продали сейчас доращат бывает очень много слабеньких выйдет семь пунктов вариант экономящий экономящий год выкопка для обрезки центрального корня не годовалого саженца а примерно месяц называется пикировка вот я сейчас ненавижу эту пикировку потом так плохо с ней груши и абрикосы можно садить только по корневую шейку а как сложно вместе сажиться там чуть заглубишь и смерть а этого никто не знает и учебники не знает и темирязвика не знает и мичуринцы не знает никто не знает вот и придумали тут же выкопал через месяц подрезал корешок чтобы был уже вроде бы нормально уже экономия года согласны но только потом беда пикировка все иди накалечить при выкопке очень плохо когда бездумно переносится в дачный сад где можно вырастить все на месте вот главное это на месте я по садовой молодости и понятия имел об этом долгоградящей старинной до сих пор практике с яблони вообще не церемонился и по сих пор не церемонился пошел в лес сразу за оградой накопал с комами земли с этими же за столом привил посадил через 4-5 месяцев готово выкапываю год спустя уже привитый а тот же ком земли все еще цел понимаете то есть я сейчас сколько мне осталось эх жалко одна минута наверное следующее я начнусь со своего опыта уникальнейшего и вы поймете что вот это потом мы с вами домучим и как раз получится вторая серия вот видите а может и три будет серии все это вам надо знать единственное на планете точнее в Сибири в Сибири в Сибири морозы зимой еще на морозе питомник серия первая закончена как же она будет называться то а вот тут по-моему есть название ну-ка в питомних железах производства небиваемых санкций так все оставляем это название все друзья все равно у нас время стекло пошла 30 минута встретимся на второй серии пока субтитры